Приветствуем зрителей канала Denvast TV 360. Мы с вами в городе Наннин, Гуанси, Джуанского автономного округа. Давайте просто говорить провинция Гуанси. Это там, где Яншо находится. Ну, про Яншо-то вы точно слышали и от нас тоже. Самые первые ролики на Denvast TV 360 в шиерическом формате были именно из Яншо. Справа можете видеть современные высотки, а слева старый город. Не древний, старый. Ну, хотя для кого-то 17-18 век тоже древность. Давайте прогуляемся по этим милым улочкам с минимумом нашей болповни. Просто наслаждайтесь еще раз для тех, кто не очень внимательно слушает. Это видео сферическое. Вы можете смотреть не только на нас, не только на наши ноги, но и вверх, влево, вправо, вперед, в конце концов. В любую сторону можете поворачивать. И это не шутка. Потому что в комментариях очень многие пишут, зачем мы показываем себя. Мы показываем не себя. Мы показываем все вокруг. Посмотрите. Ну что, пошли наслаждаться. Это улица 1928 года. Одна из трех основных. Есть еще несколько переулочков и закоулочков. Замолкаю. Наслаждайтесь шумом улиц. Лишь изредка буду говорить. Посмотрите налево. Девчонки. Нет, я уже стар. Максимка должен отвечать. Скоро он возьмет это в свои руки и будет отвечать. Посмотрите налево. Девчонки. А я буду говорить. Посмотрите направо. Старушонки. Колониальный стиль. Красота. Вечер. Сумерки. Шумно. Думаю, вы поняли. Это одна из главных улиц. Слева, справа бутики. Дорогая одежда. Еда. Сувениры. Сворачиваем. Сворачиваем. Здесь немножко потише. И начинаются запахи. А еще я смотрю, многие вышли на вечернюю прогулку в роскошных платьях. Так что можете вертеть головой. Ну а здесь прям вообще тихо. Все это исторические здания. Вот справа храм, построенный в честь человека, который боролся с вьетнамскими захватчиками. Повернем туда или туда? Сюда. Давай сюда. Мы идем по переулку Серебряного льва. Стена для фотосессий. Слева еда. Каштаны съедобные. Неконские. Слева напитки из травы. Ой, фильтров-то фильтров. Она навела на себя камеру. И там прям то, что я увидел на экране, не узнать. Топ-модель отдыхает. Это здание какого? 17-го или 18-го века? Или 19-го? Но нам сказали, что оно точно не отреконструированное, то есть оригинал. Обо всех этих местах с рассказами, что, куда, зачем, можете глянуть видео на канале Дэнваз ТВ. Там мы подробно показали и рассказали даже вот про эти мастерские серебряных дел мастеров. Ты что такое грустное? Есть хочешь? Да не, не, просто. Макс устал, капец, говорит. Поэтому молчит. Слева тоже серебро. Справа задняя сторона храма. Ована! Посмотрите, вперед и чуть вниз. На название бутылок. Старный мельник из бочонка здесь есть. Не ожидал. Бары, рестораны открыли свои двери посетителям. Мы забрались на остатки стены, древней стены 16-го века. Вот она слева от нас проходила. Ну и вот она прямо под нами. Там выход на Большую улицу. Ну а мы пойдем назад. Для того, чтобы посетить другие уютные закоулочки, переулочки. Девушки отдыхают. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Милые такие заведения Можно сесть у окна И наблюдать за прохожими Там маленький закоулок С едой и сувенирами А там совсем какая-то маленькая улочка Давайте глянем Это похоже начинает работать Ночной рынок Вот они Только-только достают свои столы И раскладывают товар От нас отпрыгивают Шугаются нас люди Любовь с зрителем Это тащить полкилограммовую камеру На полметровой, даже больше На 70 сантиметровой палке 30 минут Когда потом руку даже не чувствуешь Любовь к формату Скорее, наверное, даже больше Да Мы свернули в новый город Ну ничего Для контраста То старый город Охраняемый государством Исторический памятник А это более современные здания Граффити вам на стене слева от нас Сейчас в конце этой улицы Будет нулевая точка Это место центром города было И в древние времена И говорят даже сейчас Мне кажется, она не очень точная Ну конечно же не очень точная Но как минимум Эта точка находится в древнем городе А древний город сейчас находится В центре Нанина Обратили внимание Сколько там людей было И насколько меньше здесь Потому что это Задний выход Это западный выход Из старого города И здесь Поспокойнее Просто здесь улица широкая А на широких улицах Как пытаются говорят Идим меньше Да Нулевой километр подметают Листья облетают Весна в Китае Листопад Вот прямо перед нами Смотреть вниз сейчас нужно Перед нами внизу Нулевая точка И вот прямо в центре Карты Видите карты Это древний город В центре Это и есть Нулевой километр А мы с вами находимся Ногой сейчас покажу Вот здесь Видите Вот Западный выход 250 километров До Вьетнама Пойдем Пойдемте посмотрим На ночной рынок Все-таки Может открылся Ну огни уже Пара-па-па-па Это же Макдональдс Вот где мы это слышали Слева от нас Врата Один из выходов Из этого города Ну остатки стены Наверное даже можно подойти Наверное даже можно подняться Что правда что ли 1602 год написано Вверх посмотрите Слушайте ну открыто Полезай Нет давай не полезем А просто вот сюда Вот отсюда вот посмотрим Я думаю все-таки туда нельзя Потому что темно И страшно Да С нами только что шел Экскурсовод И не повел нас сюда Наверное все-таки Не стоит сюда идти Либо не интересно Ночной рынок Конечно еще полупустой Но все-таки мы пройдемся И посмотрим Полюбуемся огнями Еда Еда Нихао Кром Раша Хеллоу Хеллоу Черви едят Фрукты Флапы Сосиски Ну в общем стандартно Дуриан запеченный Мне вот там подсветка здания нравится Поэтому Присесть предлагает к нему Некогда Некогда нам Нам надо зрителям Показать этот старый город И в ресторан идти Стена заканчивается В этом месте Тут она просто снова обрублена Ох А тут мы вышли на стройку Понятно Гид знает как правильно водить Она водила Чтобы мы Вот такого вот То что слева не видели Вот того Перед нами Посмотрите Действующая мечеть С зеленым куполом А чуть правее Ближе к нам Это самая высокая точка города Некогда Это водонапорная башня Мечеть И водонапорная башня 1946 года здание Тут большинство зданий Вот такого колониального стиля Датированы Начало, середина и 20 века Если вдруг Вы не успели Повертеть головой Во все стороны Напомню Вы можете ставить На паузу И уже на паузе Разглядывать все что угодно Либо замедленку То есть вы можете Замедлить видео 50% Например От реальной скорости И все внимательно Разглядеть Но мы идем дальше Чуть-чуть ускоримся Макс, тебе нормально? Ускоришься? Сможешь? Пойду быстрее Тофу Овощи, фрукты Маринованные Много Довольных Улыбающихся людей Все машут Здороваются Приглашают С ними посидеть Я сейчас подавлюсь От одного этого названия Кальмар с икрой Кофе Гуд дринк Надпись Есть ли полные люди в Китае? Да? Есть Есть И молодое поколение Все полнее и полнее Потому что любит есть Макдональдси Туда прямо уже Обычный город Не исторические здания Поэтому пойдем Снова налево Мимо нулевой точки По красивым Светящимся улочкам Все темнее и темнее Время 7 часов ровно Через примерно 10 минут закат Может чуть больше Вот сюда Да Сюда Поворачиваем Ооо Красота На зданиях Вырубили подсветку Посмотрите Справа сверху По ходу нашего движения Годород на Нин Не очень большой Здесь По прикидкам Ну чуть больше 8 миллионов жителей Проживает Есть метро 4 или 5 веток Забыл 5 веток Макс Подсказывает Может быть 4 Построен недавно Поэтому современное Но мы в него не спускались Слишком мало у нас Времени на посещение Этого города Для того чтобы Досконально его изучить Поэтому изучаем Самые интересные места Это одно из них Но это наверное Главная достопримечательность Города Одна из главных И говорят что Днем здесь Есть чем заняться Пройтись посмотреть Но оживает Именно вот этот Старый городок Вечером Точнее ночью Но потом добавили Ну так как вы Женатые люди И маленькие дети То ночью Вам здесь делать нечего Погуляйте вечером Запахи конечно Прошли Что это за клининг На палке Мы любим тортики Из цветов Я понял Тортики тоже хорошо Меня закидывают Сообщениями Посмотрите вверх Какие красивые огоньки Фонарики А если вперед Глянете То увидите KFC Знакомые все бренды Если посмотрите налево Starbucks Красотища За моей спиной Справа По ходу движения Ресторан Построенный В 1945 году Слева Вот это вот Красивое Светящееся здание Это большой театр Я понять не могу Мы мешаем снимать Или она нам мешает снимать Я только отойду Она туда же Ну и все Там уже город Не древний Давай пройдемся еще Вон туда Итак Слева здание 1945 года Театр 1932 года Но сейчас Это все Киевси Starbucks И все Известные Современные Бренды Покушать Попить Отдохнуть Покушать В Китае Любят Поэтому Везде Общепит Все Вот эти Вот старые Города Превратились В одни Такие Огромные Зоны Потребления Пищи Ну что ж Я думаю Вам понравилось Нам тут понравилось Нет Для себя говорю Мне очень понравилось Тебе Максу Которые Мы с вами начинали Когда мы Начали Эту прогулку Было Еще Достаточно Светло Сейчас Огни Более Яркие Где-то Подсветка Не была Включена Сейчас Включили И Можно сравнить Досмотреть До конца А потом Включить С самого Начала И сказать О Совсем Все По-другому Выглядело Сама Ха-ха-ха Вот ты Хочешь Чего-нибудь Прииграть Нет Приеграть А Чего-нибудь Я не хочу Приеграть Что-нибудь Я Я Чего-те Маш А Я Я Я Я Я Я Я Я Я Пожарная часть. Видел, какая классная? Он показывал пищу. Перед нами две пожарные машинки. И ведра для тушения пожаров. А, ну так же есть колокола, чтобы трезвонить. Всякие тяпки, вилла. Вилла, виллы. Ну, какие-то приспособления, чтобы пожары тушить. Устаревшая технология. Не, ну машинки-то настоящие, современные. Куда мы идем? Всегда можно пройти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Узнаете арку перед нами? Вот отсюда мы и начинали. Вот на том здании высоком еще не было подсветки. Перед нами с синими полосками вроде тоже не светилось. Ну и улица, которая сейчас прямо в радиоголожную сторону от моего лица тоже была не такая яркая. все, все, есть. Мы есть. И вы существуете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова